Книга «Открытым оком», том 15, вопрос, 2953, тема «Интернет». На какие интернетовские вопросы вы не ответили и почему? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Если они ко мне, обязательно отвечу, даже на самое провокационное. Но иногда отвечать нечего, настолько все ясно и видно, что знающий, задающий вопрос, чушь истинного ответа, и никогда он не будет выполнять, что посоветуете ему, хотя и просит дать ответ. Пример такого письма. Здравствуйте. Я совсем запуталась в своей личной жизни и хотела бы попросить вашего совета и ваших молитв. Дело в том, что я один раз уже была в браке невенчанном, но муж мой был человеком неверующим, кроме того, меня в нем всегда поражала его легкомысленность, безответственность, эгоизм. То есть я никогда не видела в нем тех мужских качеств, которые хотелось бы видеть в мужчине. Ужасность, ответственность, силу воли, заботливость и так далее. Хотя я его не осуждаю, потому что все эти отрицательные качества и эгоизм в большей степени присущи и мне. Может быть, поэтому мы и не ужились. Как могут ужиться два эгоиста? Но я все равно благодарна Богу, что он дал мне этот брак. Я очень многое поняла и осознала, в том числе и в себе. И ничего не проходит зря. Когда мы окончательно разошлись с ним, а надо сказать, что отношения наши были очень болезненными и много раз то сходились, то расходились, я встретила одного человека, с которым мы стали постепенно сближаться душевно. Те все качества, которые оценил мужчине и которые, перечислено выше, были в нем. Но он не был верующим в том формальном смысле, то есть не был церковным, хотя по духу можно сказать, что был. То есть он был человеком, который живет христианскими ценностями, верность, ответственность, любовь к людям, забота и так далее. Но сам об этом не знает, при этом он в церковь не ходит, не участвует в таинствах и так далее. То есть не живет внешне церковной жизнью. В общем, мы постепенно сблизились и в физическом плане, к сожалению, тоже стали жить вместе. При этом мы практически не ругались, в отличие от наших отношений с мужем, так как Женя, так его зовут, очень добрый и негаистичный человек. В этом смысле он полная противоположность моего мужа. К моей вере он относится с пониманием и интересом, хотя сам не участвовал в церковной жизни. Уже через несколько месяцев нашей совместной жизни он предложил мне выйти замуж и очень хотел детей от меня, но я колебалась и сейчас скажу, по каким причинам. Первое. Боялась снова ошибиться в браке, учитывая свой прежний, первый неудачный опыт. Второе. Внешне Женя совсем не подходит мне. По национальности он кореец, я русская, хотя обрусевший, так как его потомки уже в третьем поколении живут на Сахалине, откуда я родом. И ростом он ниже меня на 5 сантиметров. Третье. Когда родители узнали, что я встречаюсь с ним, то были очень крайне против наших отношений. И дело здесь не в официальном оформлении наших отношений, но в том, что они не так представляют моего избранника. Хотя и первый мой муж им не особо нравился. Но здесь нужно сказать, что для них, я говорю о маме и бабушке, которые меня воспитывали. Так как отец живет отдельно и относится более-менее терпимо к моему выбору. Самое главное в выборе супруга – это его материальное положение, его карьера, благополучие, внешние данные и все то, чему поклоняется этот утопающий в грехах мир. В общем, они считают, что я заслуживаю большего и постоянно внушают мне эти мысли. Четвертое. Еще одна причина и, наверное, самая главная – это то, что в какой-то момент меня переклинило, я стала думать о своей давней мечте – найти верующего супруга. В тот момент, когда я еще жила с Женей и не находила в себе силы расстаться с ним, потому что и придраться-то было не к чему, я решила начать искать верующего супруга и при этом молить Бога, разрешить эту ситуацию, открыть мне его волю. Давала объявления, посещала православные лекции и так далее, и такие люди действительно стали появляться. Они действительно были православными, верующими, посещающими таинства и живущими церковной жизнью, но все это было не то. Сердце мое не лежало к ним, хотя мы общались и продолжаем общаться как друзья и хорошие знакомые. Но мысль о православном супруге очень сильно стала терзать меня, и вот я решила начать читать и кафедр с какой-нибудь Божией Матери «Неувидаемый цвет». Прося ее помощи в выборе мне супруга, не того, кого я хочу, но того, кого хочет для меня сам Бог. Читала я его 50 дней, и буквально через 20 дней, после начала чтения по электронной почте, мне приходит письмо от одного человека, в котором я вижу все, о чем мечтала, он и верующий, подходящего возраста, характера, роста, мировоззрения и так далее, и тому подобное. Мы стали переписываться, и я два месяца находилась просто в шоке от всего, что происходит, думая, что это и есть тот самый человек, о котором я молила Бога. Единственное, чего не хватало, это личной встречи, так как он жил в Питере. И вот через два месяца я прилетаю в Питер, откуда сейчас я пишу, и понимаю, что не все так просто в жизни. То, что я не видела через письма, представило передо мной сейчас во всей своей красе. Дело в том, что этот человек не так давно уверовал, и в нем хорошо просматриваются все признаки неофитства. То есть постоянное поучение, касающееся внешних признаков христианца, постов, вычитывание правил и так далее. Все это, конечно, хорошо, и я не против внешней стороны церковной жизни, но прежде должно быть внутренней, а не внешней. Но самое ужасное, что я не вижу в нем любви не к себе, а вообще любви, как состояния души к людям, к Богу, к себе. Вижу только эгоизм, хотя, может, и замаскированный под смирение, желание достичь, и чем быстрее, тем лучше внешнее христианство благочестие. Еще не вижу в нем меры и стремления к этой мере. И понимаю, что когда-то он надольется и упадет в изнеможение от всех своих, в кавычках, трудов. Но самое ужасное, что он до этого не видит. И вот теперь я и не знаю, что мне делать с этим знакомством. Я здесь должна прожить до 18 августа. Обратный билет уже есть. Продолжать узнавать этого человека, надеяться на Божью милость, рассматривать его как будущего супруга или похоронить эту идею. И просто жить, как живется, посещать храмы, музеи, интересные места в Питере и так далее. Как относиться к этому знакомству? Я запуталась и теперь вообще не вижу, какова воля Божия на мою будущую семейную жизнь. И кого он для меня хочет? Может быть, тем, что произошло, он хочет показать мне, что я была не совсем права, ожидая встречи с верующим человеком. Думаю, что при этом все проблемы исчезнут сами по себе, что дело не в том, чтобы найти верующего супруга, а дело в самом человеке. А может быть, я слишком спешу, я знакома с ним лично только неделю. И нужно общаться дальше, ожидая, что Бог откроет свою волю. Но, честно сказать, теперь я и сама не знаю, нужен ли такой человек. А он сам сейчас тоже говорит, что, наверное, пока не готов к браку, боится ответственности, связанной с этим. Он, кстати, очень сильно напоминает мне моего первого мужа, то есть сказать, что это мой первый муж, только уверовавший в Бога. О чем я, в принципе, раньше и мечтала. Может, конечно, можно надеяться, что это не офис, а когда-нибудь пройдет. Но ведь это никому неизвестно. А Женя, несмотря на то, что мы расстались, а надо сказать, что с начала нашей переписки я прекратила все интимные отношения с Женей, считая это нечестным по отношению ко всем участникам истории, продолжать ждать меня. И самое главное, я знаю, что он действительно любит меня, а я вообще не знаю, способна ли я на любовь, кому бы то ни было. Раньше думала, что вот будет верующий человек рядом, и все будет хорошо, а сейчас не знаю, что и думать. Вчера говорила по телефону с Женей и пообещала сказать свое окончательное решение 18 августа и больше его и себя не мучить. А может быть, все дело в моем эгоизме и моей гордыне. Может быть, я не могу выбрать себе человека, хотя есть множество претендентов. Из-за того, что считаю себя такой замечательной, умной и красивой, что не вижу вокруг достойных себя людей, как бы это ужасно не звучало, но, наверное, в этом есть смысл. Ведь я действительно очень хочу хорошую семью и детей. Мне уже 27 лет, но совсем запуталась в своей жизни. Да еще думаю о том, что если выйду замуж за Женю, а он не против и венчания, он крещеный, то родители меня тогда вообще возненавидят, и как мы будем общаться с ними дальше, не представляю. В принципе, я не жалею, что приехала сюда к этому человеку, ведь мы еще до Питера посетили Оптину, заехали в Москву, да и здесь, в Питере, я посетила много хороших святых мест, да и еще посещу. Но вот только что делать со своей личной жизнью? Ждать, молиться, выйти замуж за Женю и не обращать внимания на родителей. Вы можете сказать мне, слушать своего сердца, выходить замуж за того, кого любишь. Но вот в этом-то и проблема, ведь по христианским понятиям любовь – это не то, что дается сразу. Но может быть по прошествии многих лет, а то и в конце жизни, при том, все это дается именно в браке. А как же это понять до брака? А по мирским понятиям любовь – это влюбленность, которая приходит и уходит, как ветер. Но у меня такое было уже с мужем, и ни до чего хорошего не довело. Как же быть? Как понять и видеть любовь за родыши? Мне очень нужна ваша помощь. Молитесь о рабе Божии Ларисе. Кавычки закрыты. Раба греха и блуда называет себя рабой Божьей. Она не знает Писания совершенно мертвой душой, бесконтрольная самка. Ей надо бы сначала родиться свыше, а потом решит, следует ли ей свою не исковерканную, жизнь, следует ли ей свою исковерканную жизнь иначе устраивать, чем уже есть. Ей бы и остановиться на том, и жить одной всегда, моля Бога, дать ей жизнь духовную. Первого она называет мужем, и он жив. Первое Коринфянам 27.27. Соединю ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли ты без жены? Не ищи жены. Римлянам 7.23. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодеюцией. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеюцией, выйдет за другого мужа. Первое Коринфянам 7.39. Жена связана законом. Доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободна выйти за кого хочет. Только в господи. Кавычки закрыты. Видимо, что под эпитимией за заблудшую жизнь ни дня не была и причащается, в кавычках, воцерковленная юрасовско-капрановская полнота церковная. Неофита жениха по частям разобрала. Видит, что он может с постами надорваться. Она даже в плуде еще не надорвалась. Так и читает, оказывается, пока не увял телесный цвет. 27 лет будет рыскать по холмам. Иеремия 2.24. Привыкшу к пустыне дикую ослицу. Страсти души своей глотающие воздух. Кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся. В ее месяце они найдут ее. Кавычки закрыты. Таких же слепых и похотливых ослов находят, у которых, как и у нее, нет ни малейшего понятия грехи, у нее нет ни слова о падении ее. Она просто устала от интимной жизни с дикими ослами. А ее преимущество в красоте улетает так быстро, и ей было узаконить блуд венчанием. Иеремия 14.6. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух, глаза их потускли. Потому что нет травы. Кавычки закрыты. Таких Ларисах-то гуны. Но беда-то в обмешленной церкви, которая не указала ей, что она может жить хотя бы с гаремом женихов. Женихов в кавычках. Но к церкви это никакого отношения не имеет. Ей даже этого никто по сей день не сказал. Иерекииль 16.25. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Причи 7.13.18. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Кавычки закрыты. Про узкий путь приходится читать. Тропа не более ступни лишь на подошву. Никак в монастыре дремать и стоя спать. В ладоши будет хлопать тут оплошность. Путь узок при рождении голове. И смертный час с ушконом расставания. Нехватка воздуха мигнет из щели свет. По узкому пути незримо нас потянут. Тернистый путь и узок царства вход. Не каждый добровольно то полюбит с привычками. Расстаться и с грехом творим, владим его и тайно и прилюдно. Нельзя нам это и того нельзя. Запретное сигналит семафором. Мешает прежняя работа и друзья. Отчаясь, готовы к ту же пору. Про узкий путь не каждый даже слышал. Спал вдоволь, ел и пил без тормозов. Оказывается, так живут и мыши. И любят то, где погрызут разок. Запреты на объятия, поцелуем. На встречи, на слова и лексикон. Ограничения. Нас днем и ночью лупят. В новозаветный втиснуть, чтоб закон. И даже более день ото дня все ужин самоограничение ради нашей пользы. Полпорции на завтрак, нищим ужин. Стан распрямить, рептилии не ползать. Всем членам их запретов сшит устав. Освобожденное заполнится духовным. Так выкроем мы место для Христа. Зачем к разбойникам идти? К иерихону. Тернистый путь любезен станет нам. Скорбей семейных и церковных меньше. Христос есть истина, а жизнь всегда одна. Он сам есть путь. Идущих им утешит. 12 января 2006 года. Игнатий Лапкин.